Народ, всем привет! Вы не поверите, я сама не верю. Я, если честно, вот сейчас начала записывать вот это вступление. Я даже думаю, что сейчас произойдет что-то невероятное, там опять умрет мой телефон на самом интересном месте, например. Потому что то видео, которое я сегодня предлагаю вашему вниманию, это выстраданное видео с лета лежало, выдержанное такое, знаете. Это такой контент, прошедший испытание четырьмя месяцами, наверное, уже даже или тремя. Четырьмя. Однажды, много месяцев назад, я смотрела в студии YouTube, я отслеживала свою статистику, статистику развития своего канала, а там видно, кто на меня подписывается, кто от меня отписывается. И вдруг я увидела, что на меня подписалась блогер-миллионник Ника Зубра, о ней я вообще тогда ничего не видела, не слышала. Вот тоже так интересно, по идее, блогер-миллионник на тему, которая достаточно близка мне, о жизни на природе, там все такое. То есть это не какие-то гламурные инстапопы, а совершенно нормальный человек. И в то же время в рекомендациях я почему-то никогда не видела этих роликов. Как это происходит, я не знаю. В общем, я зашла к ней просто посмотреть, что это, может быть, это какая-то ошибка, подумала я. Может быть, она случайно листала ролики и ткнула куда-то не туда, и вот уже подписка. Вот я зашла к ней, а в ту пору как раз были ролики, как они нашли слепого какого-то изможденного пса рядом со своим домом, и как они его там выхаживали, по ветеринарам возили, искали ему хозяев. И я вообще люблю такие сюжеты, потому что я даже член волонтерской команды «Кошкин дом Донецк», и мы спасаем бывших домашних животных на прифронтовых территориях, которых вы там побросали со страху, чуть штаны не потеряв, и убегая от пуль и взрывов. Просто я от пуль и взрывов не убегаю, я, наоборот, к ним бегу со всех ног, потому что обычная жизнь обычного человека кажется мне очень скучной, пресной и неинтересной. И если есть возможность добавить в свою жизнь какую-то жесть, я всегда этой возможностью пользуюсь. И меня вечно несет, даже, знаете, был случай, я собиралась в Гималайи, что само по себе сложно. И тут, в том месте в Гималаях, где мы собирались провести мой отпуск, то есть заняться там восхождением в горы опасным, свернуть себе шею, звонит мне проводник и говорит, слушай, у нас началась война, война в Кашмире, и, скорее всего, мы туда не попадем, но это опасно, там прям война. Я говорю, шикарно, шикарно, давайте, я поеду. Ну и в итоге нас, конечно, туда не пустили, а то я уже готовилась. Так вот, я увидела, что на меня подписалась Ника, я стала смотреть ее ролики, слово за слово мы начали переписываться. В итоге я таки поехала к ней в гости. Это был мой первый визит к Нике, потому что потом я еще раз ездила туда с Татьяной Монтян, известным, бывшим украинским, ныне российским блогером. И скоро еще туда поедем, потому что я, скоро я повезу к Нике в гости, в совешню, именно в совешню я повезу девочку-ведьму, которая едет к магическим птицам. В общем, совы это магические птицы, это не просто птицы, совы не то, чем они кажутся. И, в общем, наша будущая мощная ведьма, сейчас она пока девочкой набирает обороты, она поедет знакомиться с совами. Так вот, этот ролик о том, как я уже до этого съездила к Нике, это было прекрасно. Было лето, была жара. Господи. Шесть утра. Я начинаю свой путь в совиный дол. Все спят, а я нет. И не думай, а вчера ты с нами. Я о тебе, я о тебе мечтаю. Или ты за солнцем вслед за мной, или ты по встречу за весной. И вечер, won't forget you, I will never let you go. У меня такое волнение. Последний раз ездил РЖД, когда я ехала в Мариуполь волонтерить. Ага, мне кажется, вон ласточка моя. Девятый путь. Вот он. А, нам надо ловить. Ожерегки будет. Шесть, пять, пятьдесят шесть. За восьмой путь. Нумерация вакона начинается с голова. Я даже, знаете, где была на РЖД... Ой, не на РЖД, простите, а на ЖД вокзале. Я была в Карпаты, когда ездила. Как же назывался этот милый городок? Ой, я вижу свой поезд. Теперь мне кажется, что сейчас он уйдет прямо от меня, и я в него не успею запрыгнуть. Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры. Электропост Московского... Орган. Продолжение следует... Субтитры. Орган. 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 Уважаемые пассажиры. Наш поезд прибывает на станцию Гагарин. В интересах вашей безопасности просим не выходить из вагона пассажиров, чья поездка не окончена. Какой хорошенький. Однако, жара уже такая. Неплохая жара, скажу я вам. Ника сказала, иди на мост. Я иду на мост. Я не знала, что это за мост. Говорю, а там видно этот мост? Она говорит, видно, не волнуйся. Видимо, это этот мост. Ой, как жарко. Это такое удивительное ощущение. Это какая-то новая жизнь на один день. Вон Ника стоит и машет рукой. Ох, эти блогеры, да? Широка страда моя родная. Как тебе смотреть на мир сквозь французскую фону? Ну, я так периодически же делаю. Да, я видела. Люди, едет пыль! Едет пыль! А-а-а-а! Да? Вообще, слушай! На ровном месте. Главное, она потом извинилась. Я так и не поняла. То ли она решила, что ты какая-то агрессивная, новая, непонятная, и... Я не знаю, слушай, но я как бы спросила, на самом деле вопрос задала, который, наверное, многих интересует. И как бы, ну, я считаю, что в чате можно, если не хочешь отвечать, то не отвечать. Да. Или отвечать, тогда тебе удобно. Во всяком случае, я так делаю. Ну, просто это какая-то прям... Я даже не знаю, вот я ее панику, я не знаю, кто она такая. Я сначала подумала, что это у них вот новая девочка-сотрудница, которая прям тренировалась, на мне, это, посылала, когда вот фотографии. Остальные вроде в порядке уже. Ну да, вот они помирают. Ну, как у меня Альбуфейра померла, которая там вообще три года, и здоровенный куст, это, конечно, вообще было что-то. На дальней станции сойду, трава по пояс. Вообще, да? Потрясающе, потрясающе. То, что я видела в телевизоре, теперь я там. Выглянул, и все. Ты видишь его? Вон он. Я его даже не вижу. Вон он, ничего себе, вон сидит. Иди сюда. Нет, он скажет, ну вас нафиг. К тому же жарко. Ты чувствуешь, как уже жарко? Да, я чувствую. Кроша, тебе тоже жарко. Осторожно, тут железки. Ага. Ну, Крошу видно. Так, ладно. Так, вон там кубик. Кубик. А это тоже вам строят? Нет, Артему строят. Это Артему строят. Это и есть гараж? Да. Прикольно. Не кусается, да? Не кусается. Собака не кусака. Собака не кусака. Даже если от меня пахнет кошками. Божечки мои. Привет, 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 куб. Привет. Даже против шерсти? Ну, мы же ее не выдираем. Мы его просто съешим. Ой. Вы не выдираете, называется. Но оно же выдирается. Он активно очень меняет. Поэтому это... Еще так жарко сейчас? Жарко, да. Какая красота. Это моя мечта о пруде. Пока у меня нет пруда, но хувшинки... Ты иди в окошко смотри. Человек в боке. Масе. Придет на коленке. Ты ее стул просто заняла. Божечки мои, я заняла твой стул, да? Я заняла твой стул. Змея такая приехала тут. Чем погреметь? А, она любит такое? Да. Вот это взгляд. Вот это я понимаю. Это прям реклама, да? Такая сейчас. Минутка рекламы. Покормила я. Сейчас дадим Алену. Алена покормит. Ну, бери. Да когда сейчас сама возьмет, я чувствую. Да, все, она. Нормально. Морожь. В общем, все. Покормила. Тут уже некому, давай, сама. Придет и все возьмет. Мы съем. Надо же. Я сейчас вспоминаю. Это были времена, когда мы как-то резко начали общаться с Никой. Много общаться. И она у себя в телеграм-каналах. У нее несколько телеграм-каналов. Давала ссылки на какие-то мои посты. И у поклонников Ники возникало, видимо, ощущение, что что-то идет не так. Что я поработила ее. Загипнотизировала ее. Все это было так смешно. Ну, и немножко кринжово, если честно, вот эти все эти было комментарии читать. А сейчас пересматриваю. Это очень крутой... Не то чтобы даже лайфхак. В общем, если вы ведете какой-то очень определенный образ жизни и погружены в свой определенный образ жизни, то вырваться из своей канвы бытия в какое-то инобытие для себя, во что-то совершенно иное, это очень полезно для психики, для нервной системы, для вашего восприятия, для мозгов в целом. Очень полезно. Я приехала всего на один день к Ники, но впечатлений и ощущений было столько, как у людей за весь отпуск порой не бывает. И, конечно, мы вот так посидели-посидели, пообщались-пообщались и пошли к орхидеям. Ну, потому что, прежде всего, я орхидейный маньяк. Очень классный. Такой дендробиум, маленький, совсем маленького размерчика, но очень мощно пахнет. Морошенька у нас здесь тоже вот. Всегда говорю, блогера не снимайте против света. Но, короче, тут без вариантов. Морошенька, силуэт мороженьки. Дышит воздух. Да. А, это же Абба. Да. То есть и Абба здесь. И вот та другая здесь тоже, которая не Абба. А чем они отличаются? У этой беленькой есть в серединке, а у той беленького нет. Просто они так похожи? Да, я просто по Абби не спец. Ну, это более расписная такая, а та более тёмная. Вот тоже удивительный рынок, да? Вот почему Аббу все прямо боготворят и за ней гоняются, а эта... Я вот эту первую приобрела, она мне очень понравилась. Ну, вот она прям шикарная. Мне вот эта интрига тоже очень понравилась, и вроде пока с ней всё нормально. Хотя говорят, что она какая-то самоубийца. Да, говорят. Ну, я не знаю, может быть, в этих условиях она... Ну, не знаю, он у него перешок вроде бы... И листочек центральный, вон, я вижу, растёт. Ой, какая нежность, божечки мои. Это то, что на выставке у Зибо в коробках лежало, такое, знаешь, вялое, всё-всё. Вот она и вот эта вот, вот эта. Она на одной ветке такая, на другой вот такая. Прикольно. И они... И ты на этих взялась. Да. Это ещё с выставки? Это с выставки, да, вот то, что по тысяче рублей была распродажа. Боже. А у меня много, ну, интрига с выставки тоже. И вот эта с выставки. И вот эта тоже. Ну, она вот отсвела вот сейчас. А, вот они, эти бульбы. Кокосовая штука. А потом мы пошли к сове. Ёль. И, если честно, я в своей жизни как-то не обращала внимания на сов в целом. И никогда так близко их не видела. Тем более я не видела таких крупных сов. И она меня, конечно, просто поразила в самое сердце. Я была просто потрясена этой совой. Это огромное, хотела сказать, животное. Это огромная птица. У неё голова ребёнка. У неё веки мохнатые. Она как ле... Там чудеса. Там леший бродит. Там сидит сова Ёль. Это чудо. Чудо. Она кусается? Ну, это её не тыкать пальцами-то, нет? Она огромная. Так, стой. Мне кажется, она готова меня цапнуть. Она предупреждает, чтобы её не тревожили, да. Угула. Она потрясающая. Я не ожидала такого. Она... Люди, она в реале совсем другая. Она не такая, как... Давай, разворачивайся. Давай, давай. Ты же сидела в тенёчке, никого не трогала. Тут пришли какие-то. У-у-у. Ой-ой. Ладно, нельзя. Отстала. Она огромная, во-первых. Во-вторых, у неё нет хвоста. У неё голова как голова взрослого ребёнка, скажем. Можем так, такого подростка. Вы знаете? На самом деле голова у неё кончается там, где краешки глаз. Да? Так, с остальной это перья. А, ну, короче, там много перьев на голове. Да. И выглядит это впечатляюще, конечно. Ну, ты так сказала, у неё нет хвоста. У неё просто линька. Хвост выпал. Вон он на стеночке висит. Скоро будет новый. И у неё веки. Да, она моргает. Я только сейчас это увидела. Она моргает, как леший. Моргает сова, да? По-настоящему. Уши тоже выпадать начали, скажи. А, я думала, вот, кстати, спросить они вообще как-то... Как они там держатся? Они хоть когда-то выпадают? Да, ну вот, видишь, левое... С левой уха там буквально одно-два пера осталось. Он здесь побольше. Точно, вот, она сейчас повернулась там. Ну, у неё линька активная, да. Она сейчас такая потрёпанная. Я думала, это брови. Я думала, это не ухи. Я думала, это брови. Ну, они официально называются ушки, а так, конечно, это брови, скажи. Потому что они растут у неё прямо из тех мест, где я быстро прорываю. Она смотрит на меня. Смотрит куда-то вон туда. Это сейчас она... А сейчас она смотрела на меня. Три блогера встречались. А что мы там делаем? А мы сову снимаем. Что мы можем ещё делать? Три блогера и бедная сова. Просто жертва блогерского интереса. Эта сова вообще не новака. Ой, ой, какие перья. Ой, как она. Вот если бы нельзя, ты такую же красоту бы не делала. Она на собак пырится. А, я думала, не меня. Нет, она на собак. Слушай, какую тебе неверную и здоровенную. Это саду? Да, это... Я уже не раз высказывалась о личности мамы Ники, о том, как меня поразила эта женщина. Её образ жизни, состояние её тела, её речь, мышление. Вообще просто как человек живёт. И там о ней будет ещё несколько зарисовок позже. Самое главное, что я в реале увидела, что человек живёт так, как я тоже хотела бы жить в её возрасте. То есть это возможно. Не то, чтобы я часто вижу такие примеры в своей жизни. Отнюдь. Это такие редкие примеры, но именно то, что они всё-таки существуют, даёт мне силы жить дальше. Главное не растерять всё то, что есть сейчас у меня. Сохранить это до того возраста, когда наконец-то можно будет просто наслаждаться бытием. Когда все вершины покорены, все задачи выполнены, все темы закрыты. Ну ладно, поехали дальше. А так она сама растёт. Тут вот буквально два кустика. И вон ещё. Ты тут как два кустика? Я сажала два кустика, выросла вот эта. А, а. Смотрите. Это такой сорт. Она насная, да. Это мне подарили несколько кустиков из Питера. Ммм. Какая вкусная. Я вот периодически её, конечно, пропалываю, но тут... Оно растёт всегда, к сожалению. Ай. Ну, сливаешь. Сливаешь? Короче, я сейчас буду пропалывать, поэтому снимать я не могу. В смысле? Ты ешь ягодки. Вот это вот вкусно. Здесь много. Да. Терпим, вообще. Целая полянка. Три полянки у меня. А что, посесть? Я пока пойду к ребятам, подойду, спрошу, где они видели. Сливок. Давай. Вот так, представляете? Божечки мои. Разгрузить мозг. Переключиться с Москвы на другую реальность идеально. Так, вон ещё. так удивительно. Когда-то это была моя жизнь. Когда-то давно. А сейчас такая экзотика. Ох, хорошо-то как. Меня уже начали спрашивать, не собираюсь ли я купить здесь домик. И знаете, что я хочу вам сказать? Мне кажется, круче всего приехать вот так на недельку сюда, в гости. чтобы ничего не делать, а просто валяться на травке. И есть землянику. И всё. И потом уехать. Потому что домик это труд. что я всё съем. Сладкая? Снять как бесим сову. Вот она, она же не даёт трогаться. Видишь, она защищается. не просто потому, что там ей что-то не нравится, а потому что нельзя перья трогать. Мне кажется, она тебя сейчас цапнет. Ну, может и цапнет. И правильно делает. Вот это да! Так-то она совершенно мирно сидит. Вот это номер. Вот так неожиданно неожиданно находите меню для птиц. Представляете? Там пришла мама. И... В общем, я сейчас выслушала целую историю семьи Ники. Как они вообще оказались здесь. Почему? Кто здесь вообще живёт? На самом деле, я стала задавать вопросы, сколько стоит купить здесь землю. Но... Ника, как человек здравомыслящий, в общем, не куплю я здесь земли и не построю я здесь дом. В общем, сов здесь не 10. Сов здесь колоссальное количество сов. Ну как? Сова сейчас что-то сделает. Тут можно открыть, чтобы не прикрывал. Видите, свого сова? А мы с Никой обсуждаем мой тупизм. Я забыла зарядку для айфона дома. На деревне ни у кого нет айфона. И сейчас он сядет, а как бы весь день впереди. Приехала в глушь, да, где нет айфона. Да, приехала в глушь, где нет айфона, без зарядки к айфону. Слушай, вы всю жизнь собираете сов, что ли? Нет. Я вообще даже не знала, что я их собираю, пока мне не начали их дарить со словами «Ну вы же собираете сов». А-а-а. Ну, я себе тоже покупаю каких-то очень клёвых таких. Вот. Но большинство это всё подарки. А вот змея. Там много всего есть. Это тут артефакты. Вот, например, зуб Меглодона, зуб Мазазавра. Самоделишний. Офигеть. Такие... Трилобит самоделишний. Буквально недавно жамкали кусок метеорита самоделишний. Куда я его положила? И куда? Вот и всё. Драгоценности. Зачем? Он же вот этот нормальный. в нём... Он такой, ну, большой диаметр, она там всё поплескается. Я думала, так, ртом. А, это Артём? С лицом. Можешь свет включить, чтобы лучше было видно. Вон, у тебя сзади выключатель. Как-то всё быстро происходит само собой. Оно тут так, каждый день так. Ты знаешь, тихая деревенская жизнь размеренная, да. Она лысая? Да, это лысая доби. Вот, у неё, видишь, опухло всё. Офигеть. Мы подписали антибиотики. И как ты колешь, она не убегает? Слушай, я никогда в жизни не колола крыс. Это что, первый раз? Нет, это уже не первый раз, но я вот на ней уже тренируюсь, я не знаю, насколько я правильно это делаю, но как бы вроде всё нормально. Учитесь, люди! Ну, она на самом деле вообще не кусается, потому что другая крыса мне бы этого не простила. А вот это она очень добрая. Добрая крыса. Она только писает на меня со страхом. Всё? Просто это удивительно для меня само по себе, вот это вот всё. Реально трава по пояс. А чей треугольный дом? Сестры. Это вот бабушка с дедом построили сами, потом. Потом этот дом был продан тётей, и вот в прошлом году его удалось выкупить обратно. Вот это рокировочка. Да. Ну, бабушка, то есть, получилось два дома на участке. Бабушка поделила участок, один дом старшей дочери и маме моей, а второй младший, вот, и она, младшая, потом продала свою долю. А у нас тогда денег вообще не было, ну, не могли выкупить его, и вот получилось, что в прошлом году. То есть, в десять лет он где-то был чужим. Но мы зашли в прошлом году, а там как капсула времени. То есть, бабушкины там на стенах какие-то штуки. Да, пепельница стоит. Вот где она всегда стояла, фарфоровая пепельница, там и стоит. Вот это да. А зачем они покупали его на десять лет? Ну, тут же мужик, который бухал сильно, и потом он помер. Вот. А его семья, как бы им это нафиг не надо было. Вот. вещи, которые я помню, ещё до шести лет мы жили на Соколе в такой, в сталинском доме. Все вместе, да пока не разъехались. Вот. И там вещи прям с той квартиры. То есть, ну, какие-то там вазы, ещё что-то. Блин. Вот здесь останавливается машина, которая привозит колбаску-кубику. Да. Исторические места. Липа цветёт гудит, слышишь? Да. Так чего делают мёд? Причём так много их здесь, судя по звуку. Да. А это чей участок? Владимира. То есть, тут дом на два поделён у семьи. И вот в одну половину приезжает, а в другую очень редко приезжает. Он такой какой-то заросший довольно-таки. Ну да. Уже два года не приезжал. Пахнет липой, боже. Слушай, Москва как пахнет липой. Да. Здесь-то позже всё цветает. А я вот и удивилась, там вроде всё цвело у нас уже. Да. Не, здесь позже. Нет, надо просто снимать на сезон вот такой домик, допустим, и приезжать, писать мемуары. А у меня есть что написать на всех, так сказать. Тогда лучше сидеть, стримить мемуары, рассказывать. Так проще, по-моему. Да. Можно же снимать здесь домик какой-нибудь? Снимать, в смысле? На лето. Ужа, они все живые. Единственный домик продаётся сейчас вон тот, именно продаётся. участки совсем. Потому что ребята хотят себе это ближе к Москве что-то себе обвести. Вот. А в этой деревне нет, тут всё как бы всё занято. То есть надо по новой землю покупать? Ну, строить, да. Мне нужно завести тогда какого-то мужчину с автомобилем. Да. А вот сюда вот проблемы доехать. ближе к электричке, где станции, там всё заселено. Вот это вот. Ой, смотри, какая. Очень, очень классный участок. Да. Очень ухоженный. Да. Тут два дома. Один поменьше, другой побольше. Баня. Два ляма 200, насколько я помню. Так это вообще копьё. Ну, вообще для местных это очень дорого. Потому что здесь обычно если продаются участки и дома, то покупают их за мат-капитал. То есть 1700, не больше. А вот, например, вот это разве не участок? Вот этот вот вот этот участок принадлежит этому дома. То есть это всё нет. А. Так вот, я не договорила. Короче, у этой американской блогерши Орхидейной вообще класс. Такое видео было, когда они приехали к своим друзьям, а там врач на пенсии. То есть в Америке врач это же всё, это мулярдер. Вот. И там такая картина, они заходят к нему, и там вот эта вот типичная такая картина классическая. Там кресло, камин, столик чайный и стеклянные двери и выход в оранжерею, которая уже на улице, так сказать. Ну, вот она стыкуется с этим домом. Я как это увидела, я думаю, господи, да, да, это так прекрасно. На что мне сказали, а, вот она старость. Я теперь не знаю. Старость, да. Да. Слушай, ну, здесь очень тихое место, а у тебя же там работа, клиенты, общение. Ты отсюда не наездишься. Нет, я надеюсь, что я перестану. Мне один индийский святой сказал, что я через три года прошу работать. А ну. Тогда надо уже. У меня сейчас такая смешная ситуация. Я год назад с дуру купила апартаменты на стадии котлована, потому что я решила, что я всю жизнь покупаю квартиры уже вторичку. Ну, это же дороже всегда. Думаю, поступлю я хоть раз по-умному. Вот. Это за брошка единственная. Ну, и это за мат капитал? Не, он, по-моему, за 900, что ли, это дается. Никому нафиг такого не надо. Почему? Потому что здесь можно купить за 700 тысяч намного лучше, хорошего. Ну, не здесь, а в поседних деревнях, там в поселках. Вот. Если посмотреть продажи, вот вяземский район, там вполне еще не чешные такие варианты и намного дешевле. Так, чего там я это рассказывала? Вот, мне просто еще и так само по себе все пошло. Мне, во-первых, впервые в жизни банк приличный дал кредит. Все мои предыдущие ипотеки, это были мои ученики, какие-то частные небольшие банки. А тут я прихожу в Альфа-банк, они мне одобряют кредит, и я думаю, ничего себе, я купила. И вот в итоге у меня сейчас надо платить каждый месяц по 350 тысяч, и это оказалось очень тяжело со всех сторон, ну и риск большой, то есть, допустим, один ученик платит за йогу в месяц от 50 до 70 тысяч, то есть, если два человека заболели, это уже такой, вот, и получается, что риск большой. Я решила продать теперь эти апартаменты, и все ржут, естественно, чтобы продать что-то ненужное надо купить что-то ненужное, и все мне говорят, а мы вам говорили, не надо, а купила я, потому что я тратила все, все свои деньги я тратила просто, ну глупо, то есть, я просто тратила все деньги, вот и все. Понятно, что я тратила их на благотворительность, там вот эти волонтерства, там вот это вот все, но получается, я работала как не в себя, но я тратила все деньги на других. Я думаю, куплю-ка я себе еще одни апартаменты и буду тратить на себя. Вот теперь я их выставила на продажу, я вижу рыжего кота, он офигенный, попа рыжего кота там идет. Ну и здесь очень хорошо, но это же люди не сами вот это делают, это же работники нанятые. Ну почему я прообещал, они вот это делают. Господи, невозможно же вот это вот все делать, здесь только работы. Ну помогают же, там не один же человек делает. вот это вот тут. Вика! Аленка! Здрасте! И там кот! Здрасте! Там кот! Котик! Маша, это Дана, Дана, это Маша. Очень приятно! Саша, Вика и Алена. Вот кот! Рыжий кот! Косенька, я здесь туда дозить буду. Хорошая! Какая хорошая кошечка у нас, Какая золотая у нас, какая золотая качонка. Какая жайка! Такая дапонька! Привет! Ты моя жайка! Привет! Мы же сегодня виделись! Это киса! Киса, да! Обалдеть! Так вот про Аленки! Вот это мощь! Пойдем! Да, это не куропатка, это уравей. Пойдем? Пойдем! Они, конечно, в лицо Машу знают, она их пользуется, но от нас они могут убежать. Сыпа, 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 сыпа! Ну ты иди, что-то впереди, потому что от нее нет. Я вообще не вижу, где они, если что. Они за синей бочкой были под кустом, но это вот здесь. Вот нет. Это малина? Это малина с морозами. А нет, вон лежит под кустом, смотри, вон она серенькая в тенечке, видишь, под самым дальним. Конечно же нет. Я сделаю приближение максимальное, но... А-а-а! Вижу! Так она сейчас, наверное, пойдет куда-нибудь? Сыпа, сыпа! Найдешь здесь, нет? Ну, подойди поближе, Она, может, и найдет. Просто в такую жару, мне кажется, ей вообще плевать. Ну, да. Видишь куропатку? Она есть. Вон, куропаточка. Ты подходи еще. Уйдет, и она вернется. Куда? Курица. Ей не хочет. Как голубь в Москве, которая лежит. Да. И она одна. А где остальные? А вторая, скорее всего, на яйцах сидит. А-а-а. Вот, смотри. Курит. Да. Ну, что, лежит, смотрит. Смотрит на нас. Такая, давайте я потом буду сбегать. Давайте лучше вы убежите отсюда, и не будете меня портить сиесту. Ну, на самом деле, он, может быть, думает, что мы его не видим, потому что он такой типов. Я прячусь. А-а-а. Ну, так-то его незаметно. Да. А как ты его вообще увидела? Извалека. А он стоял вертикально. А-а. Из всего этого. Ну, ладно. Пойдём на пруд. Вот отсюда вот так вот пойти. Да, и туда. Красота. Как на картинах передвижников. Вот здесь я научилась плавать. Здесь? Ну, тогда здесь было больше воды и меньше травы. Народ, здесь Ника научилась плавать. Это называется плавать. Сколько мы здесь рыбы выловили. Ну, на самом деле, тут всё заросло. Он был ваты побольше. Там трубочку больше положили, и утекло всё. И заросло. Вот так тут. Прямо вся деревня детишек здесь месила глину. Тут глина реально такая, знаешь, была. Вот именно. Представляешь, как всё это поднималось со дна. Да, да, да. И мы прям там не то, что вот руку опускаешь, а её не видно вот. Кстати, карас чмякает. Осталась ещё рыба. Только сюда даже удочку не закинуть, потому что... Господи, как тут бедная рыба живёт. Красава, нормально. А их можно есть из таких мест? Да, здесь ещё хорошая рыба была. Ну, то есть чистая, прям ничем не болела. Ну, всё, там вот самец деревни. И вон там он лез, да? Да, вон там он лез. Мы идём за огурчиком в теплицу. Здесь реально люди растят картошку. И в теплицах есть всё. Помидоры, баклажаны. Вот клубника растёт, например. Я тут спросила, почему мы не поели клубнику. Ой, так её тут вообще море просто. Ну, она за ней ухаживает. Это не то, что я воткнула, а у неё там это... Теперь как хочешь, так и живи. Это я удачно приехала. Я думала о грибах. А, нету? Если бы были грибы, мы когда по трассе ехали, на трассе продавали. О, как здесь просто парниковый эффект какой-то. Ой, и правда висят, смотри. Ой, и правда висят, да. Класс. Вон какой-то. Ну, колючая сторона. Да. Вон, висят. Прикиньте, огурцы. Вон огурец есть. Кураж. Ну, ничего себе. Ну, давайте я съем кураж. Ты его потри вот так вот, а то колючка. Угу. Вот тебе огонь. Да. Она посадила сейчас вот три огурца, а потом засадит еще, чтобы они сменяли друг друга. Ну, здесь прям тепло. Я бы даже сказала, жарко. Вот это здесь это. Однако. И вы знаете, я сейчас монтирую это видео, я смотрю на все эти виды, и я просто взглядом впиваюсь во все то, что там отснято, во все эти, во всю эту зелень, во все эти кусты, или там плети огуречные. Это настолько жизнь, жизнь, энергия, свежесть. Прано. Прано струится там везде. В этом видео везде прана. Небо, зелень, трава растет, ветер колышет деревья, липа цветет, жужжат пчелы. И я пересматриваю это видео и думаю, господи, а ведь значительная часть людей, которые смотрят это видео, вы же живете там, где все это есть. У вас вот вышел во двор, у вас там все это есть. Или у вас есть дача, где это есть. Замечаете ли вы это вообще? Каждый день, каждый момент ваше восприятие не утеряло свою ясность, свою свежесть. Вы чувствуете эту жизнь? Не искусственное что-то, не фотографии в инстаграме, а вот оно, перед вами, перед глазами, постоянно. Это просто какая-то фантастика. Мне очень нравится жизнь в Москве, мне очень нравится жизнь в мегаполисе. Но то, что я вижу у Ники, то, с чем я соприкоснулась, когда я туда ездила, это тоже прекрасно. Это восхитительно. Это наполняет энергией. Нет? Нет. Но для чего это? Узнавать направление ветра, чтобы сел вертолет? Нет. Видели люди, что здесь? Чисто крас. Почта тоже, кстати, ничего так себе. Калиточка такая. Красная. Все красная. Это все мама сама делает. Обалдеть. А что это вот за... Это для детей. А. Гимнастический снор. А, это гимнастический снор. Понят. Да. Понятно. То есть мы идем в избушку? Да, мы идем в избушку. Там живут дрова. Неплохо. А кто заготавливает дрова? Мама. Молодец. Привозит пеньки, а на все. Класс. Ёлы-палы. Да. Мам. Мам. Пока мамы нет. здесь столько черепов а в лесу о ничего себе а что она делает смотрите какие резцы я одно время увлекалась резьбой по дереву господи это же тоже это вот как орхидеи так резьба по дереву что какие резцы где где взять да 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 как их точить вот это тоже было да слушайте удачно мы зашли кирилл соловьев провел здесь лето 2013 это мамин брат господи копал всякую такую штуку это это мушкет не этот винтовка мосина не я я я я в них не разбираюсь а вот это вот что я без приклада а я вообще не понимаю я вижу что здесь вон сколько всего ну да оно все безопасное пустое то есть вы по лесам это не мы но это вот кирилл не на я несколько штук тоже притаскивала когда поля пахали просто проходишь а там что-то подняли здесь же смоленск область вятимский район здесь было все да здесь все остановили фронт типа чего-то такое было да то есть это все из окрестностей тут это в детстве из немецких красок я помню свиней кормили вот так это все это ну вот так господин шольц как бы просьба не расслабляться класс впервые iphone в руках держу о это я добыла моего с птичьего рынка это бык с подружкой с него просто блага кожа снятая все весьма уместна тебя очень штука это держит на полотенце это автор-хранитель здесь просто вообще просто здесь смешно шантарама посчитываем еле одолелась уж больно толсто слушайте я не могу найти волшебный призом родного города мы с ручкой собираюсь сюда читать так а у него же желтый туман и семь подземных королев все есть первой части нету я не знаю где она мы вчера все огромное желание я с удовольствием почитала мы договорились не по очереди а на чердаке нет я слазила вчера в такую жару там находиться невозможно вот минусы металлической крыши это во-первых ну да и ставить раз фонит когда шифер был намного было вот когда шифер все было проще это бобер курва курва бобер и не вон там вон чучелка валяется она же диванная подушка только ты знаешь я когда ездила с ребят меня вязьму и вот ему собаки лапу отгрызли это подушка подушки лапу отгрызли охотники подбросили лениво было все выделывать а я чулком шкуру сняла и все сделал чем бы мама не тешилась но она не плачет здесь же офигенно вот артем попросила мне не делать так с домом я просто не хочу даже вот этого озвучивать но я хотела на самом деле сказать что ника нет как можно оказывать так я такое же делаю с совершней у них шикарные олени рога с черепами но тема против того чтобы их пешили против врагов зато териорхидейки везде не я их сейчас повешу у себя на верандочке в это печь вот петь вот это вот все строение это печь вот она вот ты понимаешь она не просто грибы сушу а вот это можно готовить чайник да я с ним на в котором я обычно засыпаю свои травы собственно это печь с плитой это модернизированная печь в общем я посчитала что моя встреча с Ириной Александровной это знак который говорит мне что я движусь в верном направлении и что все будет хорошо да если кому-то интересно ну то есть вы представляете что человек в этом возрасте разбирается в гаджетах ведет телеграм-канал дзен канал youtube канал сам снимает видео монтирует выкладывает общается с комментаторами помимо того что вырезает из дерева вот все вот эти вот артефакты внутри помимо того что живет одна как же ты будешь одна говорят мне про мою жизнь в москве человек живет один в деревне наслаждается бытием своим и все прекрасно в описании под этим видео я размещу ссылки на все каналы и ники и ее мамы господи это у меня пьет кот в общем можете пойти и посмотреть как люди живут так я была на это металла например великолепный печник который вот такой вот соорудил ты понимаешь вот когда эту печку топишь здесь как бы винтовая вот такая вот спиральная обводка идет вот эти вот дверчики если открыть сразу после протопки у тебя дом буквально моментально наполняется теплом а вот это большая печь а я собственно только для сушки грибов то есть у меня тут вариант модифицирован потрясающе просто вот это вот все я тут не первые годи как прописалась вообще нету песен а потом ты понимаешь мы всегда ищем заняться посмотри какие у меня последние штуковинки получились я смотрю что книги идут по всему периметру и шамонан и пол это так же город это все мика покупала обалдеть до конца школы по моему все это приобретало да здесь вот эта вся полка на это все я покупала хотя нет тарзана ты покупала по моему вместе вы искали нет я тогда только начинала читать мне еще денег не только здесь там еще есть и гостевая сарайка там тоже все стены в книгах я железным прямо это да я даже на английском его покупала и читала так и стены прелесть умереть потолбали кстати вот это посмотри какой тигр шикарный это не когда еще школе учился ушла ты вышиваешь вышивала крестиком и варенье варю и клык я не верю что он натуральный так сейчас стрим начнется а ника опять себя в каких-то птичках и волга говорит мы просто готовимся тут не так все просто у нас кора у нас простите кирпич у нас мог уголь вот такая огромная кора тоже есть ну как хочешь хочешь вот столько у нас горшочков совсем немножко правда вот столько мы заготовили для пересадки орхидей но посмотрим как пойдет потому что день клонился к закату и мне вообще уезжать скоро мы еще ничего не начали но прямо сейчас начинаем скоро когда валюта переходит вот это я понимаю а миллион афигеть